Говорит, слушайте, у вас было такое, что ваш парень вас бесит, и она сидит за столом, ее парень об стол бьет головой, но это, понятное дело, все в шутку, и мы также сделали шутку, просто мы были 5 часов в пробке, нам было скучно, мы смотрели тиктоки, думаю, давай запишем что-нибудь, вот, там никакого удара, ничего не было, это я наложила этот звук, взяла из интернета звук удара и наложила его, это все задумка. Так, читай вопросы, красивая пара, рада за вас с Владом, спасибо вам большое, смотрите сейчас, короночка, от того же самого человека, кто мне это написал, короночка, ну ок, пока. Ты веришь в Бога, конечно, да. Что у тебя с пальчиком, у меня сломался ноготь просто. Как тебе там в Латвич тебе? Справиться? Я же не на год улетела, понимаешь, ладно, на год, я думаю, если бы я летела бы на год, это, я бы все понимала. Ну мы же тоже сейчас, сколько, когда я сейчас в январе тоже улетала, вот, мы 4 недели до моего приезда общались. Какой фрукт любишь? Я люблю папайю, маракуйю, очень люблю, честно. Маракуйя это прям вообще one love. Ты переедешь в Москву, родители останутся в Швейцарии, совершенно верно. Сколько стоят твои реснички? Это я делала у мастера Май, вы можете написать, я оставила ссылочку, она вам все расскажет. Что случилось с твоей машиной? Откуда царапина? Я вам скажу, я оставляла свою машину в Женеве на одну неделю, точнее на 10 дней. Вот, и сегодня вот такие вот пироги у нас получились, но мне это отремонтирует страховка. Я к этому отношения не имею, у меня страховка нормальная. Если что, присмотрит, да? Так. Ты берешь отпуск за свой счет, конечно, вы что думаете, меня будут пускать, я еще бабки за это буду получать? Так, смотрите, сейчас покажу вам кое-что. Какой размер жопы и груди? Вот я смотрю на фотографии, человек, который написал, это какой-то маленький мальчик вообще. Малыш, иди уроки делай. Влад ревнивый? Да, да нет, слушайте, ревнивый нет, просто я считаю, что мужчине нужно давать всегда уверенность в том, что надежность. Мужчине нужна надежность, то же самое, что нам девушкам. Вот вы представляете, вот вы говорите, там вот мужики ревнивые, а у нас девушек как? Ему там какая-то сумасшедшая звонит иногда, а я же знаю, как бы, ну он мне все пока все рассказывает. Вот в этом проявляется уверенность, что у человека нечего скрывать, понимаете? А когда там, не знаю, вот эти прятки, ну тогда уже не знаю. И то же самое с моей стороны, то есть когда вы, когда вы даете, если любит, то ревнует, если нет, чего ревновать. Я вам скажу так, это маразматизм просто. Адекватные взрослые люди так не рассуждают. Когда есть уверенность в человеке, доверие, вот это трястись, потому что там, не знаю, 5 секунд трубку не взял, но это глупо. Так можно и до психушки дойти. Правильно? Все правильно говорю, ставьте сердечки. Очень красивая пара, с Ладом обожаю вас, спасибо. Ты сейчас швейцарий? Да. Сколько лет 24? А может двумя? Хочешь завести домашнего питомца? Не знаю, это такое, знаете, гулять. Я люблю гладить других собачек, там, не знаю, вот чих, там потискать 5 минут и все, и гуляй. И хватило. Нет, в Одессе я никогда не была. Сейчас всплакнул. Не, ну я с вами согласна, конечно, но все впереди. Когда я буду переезжать, он прилетит сюда, и мы будем потом перегонять тачку, поэтому он сюда еще обязательно прилетит. Елена Бержницкая, вы уже 500 раз одной тоже пишете. Я вас уже увидела и услышала. Что вы хотите, господи? Вот смотрите, вопрос. Павлата, скучаешь? Пишите, вот что вы думаете, скучаю ли я или нет? Вот мне просто интересно. Раз вы задаете такие вопросы, вот скажите мне, как вы думаете? Я пока вопрос оставляю. Давайте 5 секунд. 5 секунд. Вот швейцарцы рекламу делают странную. Сейчас вам расскажу. Сейчас я вам расскажу. Пишите пока. Короче, реклама закрыта. Короче, баба-яга украла двух детей, стала их откармливать. И от того, что она их так откормила, она их все мерила, как они растут. Откармливала, откармливала и перекормила. Они стали такими огромными. Ее, короче, забили потом. И типа реклама еды. Так, так. По Владу скучаешь? Читаю комментарии. Когда тебя впервые Влад ударит, ты сообщишь это своим подписчикам и скажешь. Инна, я обязательно вам позвоню. Вот вам именно позвоню и сообщу. Конечно, скучаешь. Как бы ты ее молодой человек, конечно. Да, видите? Какую тачку он поедет забирать? Он не поедет забирать. Мы будем мою перегонять в Россию. Я не поеду одна на машине. Родители не отпускают. Конечно, конечно, нет. Влад, тебе не нужен жестокий мужлан. Откуда вы знаете, что он жестокий? Ну, реклама. Влад зато не сильно скучает. Ну да, он, наверное, уже с вами там гуляет, да? Ага. Жесть, ужасная реклама. Что внушает людям? Вообще, старая бабка откармливает детей. Такая, ну, баба-яга взяли. Он расстался с тобой реально. Я просто не знала. Ну, есть информация из первых рук, скажем так. Из первого лица. То, наверное, да. Пойду сейчас прыгну с третьего этажа, где нахожусь. Что ты тут рассказываешь? Так, читай вопросы. Я буду ждать твоего звонка и надеемся, что не увидим тебя с Фингалом. Хорошо. Ждите! Примерно угадала. Марина хайпует на негативных благодаря Владу. Влад отбеливает себя все в игру. Видите, какой у нас взаимосоюз, да? Хайп на хайпе. Пипец. Реклама, мне кажется, люди наоборот перестанут есть и боятся бабу-ягу. Как же вы хотите за детью любимым словом? Вам делать ничего в своей жизни нет, что ли? Господи, откуда вы знаете, что Ниши Брот и про его перспективы? Я просто... Вы... Это ее выбор, с кем я быть, если комфортно с человеком, который... Ага. Очень. Как машину будете перевозить? Влад прилетит и поможет. Да, он прилетит сюда, а потом мы вместе поедем в Россию. Смешная девчонка. Ну да, ну бросил так бросил. Тут информация, от тебя, конечно, к бабке не ходи. Спасибо, что зашла в прямой эфир и мне об этом сообщила. Какие страсти узнаешь о своем молодом человеке, все новое. С разных сторон раскрывается, да. Вообще. Он крутой, это тоже. Спасибо. Мариночка такая умная, воспитанная. Еще с дома два. Спасибо. А вы тогда в сторис за Катин звонок распинались? Ревность? Неуверенность? Нет. Причем здесь ревность? Я эту тему уже не буду мусолить. Это уже прошло 10 дней, ребят. Если вы не следите за моими сторис или не заходите в прямые эфиры, где я рассказала, почему я это афишировала, то это сугубо ваша проблема, окей? Так. Надолго ехать в Россию со Швейцарии? Ну, мы там ехать, по-моему, полтора дня, но если мы будем там где-то останавливаться, смотреть, то думаю, так дня два, наверное, три. Смотрю на вопрос, удивляюсь люди своей личной жизнью. Займитесь, Данилей уже... Нет, хейтеры, пишите, я же на вас хайплюсь. Вы что? Я вас всех обожаю. Если бы не вы, что бы я делала? Он за свои деньги, интересно. А за чьи? За ваши? Вы хотите нам денег дать? Для Владимира ты перспектива. В России мало кто захочет быть с ним, а для него ты пик мечтаний. Ну, по-моему, вы писали уже о том, что он меня там уже бросил, а сейчас получается, что я пик мечтаний. Очень странно, конечно. Ну, ладно. Уважающая девушка никогда не придет на дом 2, и за полгода не будет... Угу, да. Уважающая девушка никогда не придет на дом 2. Во-первых, какая разница, куда уважающая девушка пойдет, если она себя уважает, она будет себя вести хоть даже на помойке с бомжами достойно, так что не надо. Посмотри сейчас, 300 зрителей в Москве 800. Это я вам говорила о том, что в Европе у меня почему-то Инстаграм вообще не воспринимается. Почему не сделала тест в Москве и не привезла в Швейцарию? Я сделала. Я сегодня в аэропорту в России показывала, в аэропорту в Женеве показывала, и через 3 дня тоже буду. Почему все пишут, что Марина будет ходить с фенгалом? Все зависит от женщины, будет бить или нет. И сама так. У вас дорого учиться? Образование, смотря... Ну, так-то оно бесплатное. Так, читаю. О, нифига, у меня тут вопрос. Маньяк и проститутка, идеальная пара. Пошла ты, я тебя блокирую. Чао-какао. Мариночка, вы нереальная девушка, знаете себе цену? Кефир. Пьешь, у нас нет кефира. Так, читаю. У меня вопросов написали, боже. Где будешь справлять день рождения? Я вот не знаю. Хотела... А по Владу видно, что вы ему очень сильно нравитесь. Очень хочется, чтобы у вас все получили. Так. Я хотела праздновать Москва-Сити. Думала взять большие апартаменты, шикарные. И быть там. Все, я вас блокирую. Опять пришли тут эти говнокомментаторы. До свидания. Пока. Пока. Чао-какао. Выходи, выходи. Плохой человек. Так вот. Я хотела праздновать Москва-Сити. Но у Влада появилась еще другая идея полететь куда-нибудь и кайфануть. Я вот думаю, что как бы надо посмотреть. Может быть, по финансам или вообще кто хочет прийти. Я безранец. Главное, что Влад со мной будет. И все. Блокируй тех, кто правда пишет, что маньяк и проститутка. Вас тоже тогда сразу же. Тоже неадекват. Пока. Швейцария, надо сидеть четыре дня после коронатеста. Или ты за родителей. Я из-за родителей. Но, Влада, нет денег достаточно. Вы-то откуда знаете. Я понять не могу. Что такое? Откуда у вас такая информация непонятная? Как оно сейчас к тому, что Влад дружит с Данилом? И что? У меня что с Данилом? Там что-то было? Или что? Я пришла к нему на проект и все. Камон. Вы живете? Вот люди, которые живут проектом, это вообще... Ладно, бог с вами. Так, читаем ваши вопросы. Вы хорошая пара. Спасибо. Прикольные ресницы. Я сама кайфую. Почему выгляди на 30 лет? На это у меня ответа нет. Скорая так и не приехала, поэтому 39,2. Это еще не конец. Поверьте. Сколько я прожила в Европе? 13 лет! Даже сейчас уже больше. Мне уже 25 будет. Офигеть. Что делать, если не можешь найти дело всей своей жизни? Не знаю, что по душе. Вам нужно пробовать, вам нужно экспериментировать. Пытайтесь, читайте книги. Вы знаете, когда я читаю книгу, у меня потом появляется какой-то интерес. И там даже я вам, я вам посоветую читать не по психологии книгу, а возможно какие-то истории, наверное, знаете, рассказы. Вы читаете рассказы, и вы из этого, допустим, прочитаете там, вот там Зина занималась тем-то, тем-то, и вы думаете, блин, а каково это? И вы тоже станете этим интересоваться. Вот. Такая вся ненатуральная, прямо хочется содрать накладные волосы, ресницы, сдуть губы и посмотреть, какая ты красотка. Наверное, испугаться можно, не страхово, а страхолюдина. Братан, ты меня сейчас раскусил просто на 300 человек, просто. Боже. Так. Ты есть в ТикТоке? Да. Почему Влад? За что скрыл от меня прямой эфир с другого профиля? Я не знаю. Я скрываю только от людей, которые меня оскорбляют. Прямо конкретно. Наверное, вы меня оскорбили и зашли теперь с фейком. Почему Влад? Потому что Влад. между ног у него любовь. Это вы сейчас песню спели или что? Да, с Юлей общаюсь. Как ты поддержишь фигуру? Это актуальная проблема для всех. Сейчас корона, это просто пипец, потому что у нас все закрыто, фитнес-залы закрыты. Я могла раньше пойти поплавать, сходить в спа, сходить в сауну. Как-то вот это все. Сейчас это стало намного хуже, если честно. Поэтому здесь нужно глаз до глаза переследить за питанием. Во-вторых, реально заниматься физическими упражнениями. Я, к сожалению, ленюсь, но я сейчас сказала, что я беру себя в руки. Перед днем рождения буду красоткой. У меня случайно вместо другого затепили. Напишите мне в директе, посмотрю. Разблокирую, если что. Влад будет тебя ждать? Как думаешь? Если это мой человек, он меня будет ждать. Если это не мой человек, я пожелаю ему счастья. И все. Что мне пойти убиться потом? Если реально, если это ваш человек, вы даже не будете сомневаться, и все у вас будет хорошо. Так же и я. Я не размениваюсь, поэтому... Ты любишь кофе, извини, странный вопрос. Я обожаю просто кофе. Какая Марина, такие подписчики. Ну почему мне иногда пишут говняне в комментариях, что подписчики, мне это не нравится. Неужели у меня тоже что-то не так? Юля, травец, после вашего похода в ресторан, у тебя все было в порядке. Вы, видимо, пропустили мои сторис. Я чуть ли не умерла. К Юльке хотя бы хоть скорая приезжала, ко мне вообще никто. Все равно только Влад был, и все. Смогла бы ли быть с человеком, который любит и пытается все делать ради тебя, но зарабатывает мало, или все же финансы играют важную роль? Мне кажется, если у человека есть стремление, он хочет для вас лучше жизни, то и к финансам он тоже придет, поэтому... почему с Сергеем не встречались, потому что... что с БМВ поцарапали ее. Скажи честно, ты довольна всем в отношениях с Лавом? Марина самая красивая, мы посправляем девушку, счастья вам сладкую, нет, я сейчас в отеле, так и перееду. Обожаю Версачи, просто Версачи Ван Лав, и обожаю Лью Виттон. Это просто Ван Лав. У тебя есть бизнес, что или ты в Инстаграме зарабатываешь? Я в Инстаграме не зарабатываю. Когда окончательно планируешь приезд, на вас с Ладом смотреть одно удовольствие, спасибо. Какие лекарства было от отравления, по-моему, полисорт этот был. Ко мне не надо эти вопросы задавать, сразу же говорю. Не знаю. кола-лефанта, спрайт. Как переедешь в Москву, будешь развивать страничку в Инстаграме или на работу пойдешь? Я пойду на работу, у меня будет 100% стабильная работа. С утра до вечера я буду ездить на работу, заниматься работой, прокачивать мозг. Может быть, еще как-то буду переводчиком, чтобы немецкий не забыть. Ну и Инстаграм, как хобби. Нравится тебе французская машина? Нет. Хорошее у тебя воспитание, ты мне очень нравишься. Спасибо. Марина, мне кажется, что она лучше, кроме Дон-2, больше встречаться не с кем. Не с кем. Вы же это хотите услышать? Влад любит костюм Супермена, да. Я придумаю, может, я ему найду какой-нибудь похожий тут костюм. Как вам идея? Игру Престлав не смотрела. Не ожидала, что ответишь. Спасибо, добра любви тебе и вам. Как перестать нервить по пустякам? Пить валерьянку? Шучу. Просто подумать о вашем здоровье и понять, что это вам точно не на руку, если вы будете постоянно переживать. И нервные клетки не восстанавливаются. что уже с пальцем ноготь через дел он сегодня сломался. Только жаль, что ему он уже не нужен. Вы про что? Женщина, вы до сих пор сидите в моем прямом эфире, так мы же расстались, вы сказали. Вам так настолько важно, нужен ли ему этот костюм или нет? Уходите за меня, подарите. Напишите в Дирекину вам адрес, можете еще денег на карту кинуть. Влад домой поехал. Будете ли разбираться с рестораном, где отравились? У меня менеджер уже написал. Обязательно. Вот, напиши мне в Директ, мы тебе сейчас скинем реквизиты, карты, нам, пожалуйста, что-то денежку и машину. А, адрес знаешь, ну все тогда, вот. Тогда приезжай, заправляй, там костюм покупай, все нормально. Будете ли разбираться с рестораном, где отравились? Менеджер мой написала им, они сказали, что будут разбираться, но для них это такое впервой. Вот. А, и реквизиты, то есть уже, ну все тогда, окей. Тогда, видишь, уже два дела сделано. Марин, у тебя получилось бы создать марафон или курс поверенный в себе. Я сейчас в первую очередь делаю вам гайд по обработке фотографий. Вы же видели, я вам показывала до и после, как я делаю, как можно вообще сделать профессиональные фотографии. Вот. вот это камень на зубе долго держит, сколько стоит русский книг? Не знаю, в 16 лет сделала. Когда выйдет курс, на неделю я буду сейчас все дорабатывать. сегодня в кафе мужчина ударил девушку кружкой по голове, она ушла, потом вернулся. Что думаешь? не знаю, может там было пиво, она хотела его допить? Ну, не знаю, ну, что за бред? Ну, ударил по голове, ну, что вернулся, что я, ну, сумасшедшая. Филат был в Грозном, пусть с тобой поедет очень красиво там. Тебе пишет, Влад, заметь меня, прошу. Нет, вообще не пишет, я улетела, меня заблокировала, сказала, все, бог с тобой. Как Москва, по-разному здесь? Конечно, я люблю Москву. Мама у меня вообще не строгая, вообще. девять часов, они за эти девять часов уже показали. За час показали, ну, это швейцарская, ладно. там слышно, что наружный звук людям просто к чему придать, согласна. пошла своему пупсику писать, потому что у меня уже сообщение, все. пупсикتي,